Раненого браконьерами Сайхана в декабре 2016 года обнаружили в пожарском районе местные жители. Тигренок буквально истекал кровью. Жуткая травма головы казалась смертельной, но Сайхан выкарабкался. Тигрицу-лозовку егеря спасли в январе 2017 года. Малышка осталась без матери и искала пищу на мусорной свалке вблизи поселка Лозо. Браконьеры повредили ей лапу. В центре ветеринары успешно прооперировали тигров и до последнего дня оберегали их от посторонних глаз. Чем меньше тигр видит человека, тем больше шанс, что он не зайдет в населенный пункт. Когда хищники подросли, их начали готовить к выпуску в естественную среду. Поскольку в общем вольере хищники подружились, выпускать их в дикую природу тоже решили вместе. Чтобы звери лучше перенесли дальнюю дорогу, егеря усыпили их транквилизаторами, завязали глаза и погрузили в автомобили. Хищников доставили в Еврейскую автономную область, туда, где в тайге много кабанов и косуль. У Сайхана и Лозовки есть неделя, чтобы освоиться на новом месте. После наволю тигров впервые выпустят мягким способом. Около 10 дней они проведут во временном вольере, а уже потом, когда освоятся, вольер дистанционно откроют, и хищники сами смогут уйти в тайгу. Но без присмотра своих подопечных егеря не оставят. Тигров снабдили ошейниками с GPS-модулем. Сайхана и Лозовку называют юбилейными. Они стали 10-м и 11-м тиграми, выпущенными из Центра реабилитации в селе Алексеевка. Экологи надеются, вскоре эта пара создаст семью и пополнит популяцию. Сейчас в Приморском крае обитают более 550 амурских тигров. Анна Бережная, Евгений Апарин. Новости на Восьмом.